Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать очередную интересную историю о взаимоотношениях котов и их хозяев. Встраивайтесь поудобнее и слушайте. История называется «Купите корм». В каждой семье бывают тяжелые финансовые времена, когда нужно потуже затянуть поясок и временно перейти в экономный режим. Именно такое время и наступило в одной семье. И первое, на чем отразились перемены, это питание. Само собой, пришлось урезать в деликатезах не только на себя, но и кота. Так вместо вискос в кошачьей миске появился обычный супчик. Маркиз, так звали кота, к такому положению вещей был явно не готов. И мириться с возникшей ситуацией не собирался. Кот объявил за бастовку. Он с презрением смотрел на странную еду, всем своим видом вопрошая. «И это я теперь должен есть? Помилуйте, господа, что это за гастрономические помои?» Но ему был дан лаконичный ответ. «Увы, денег на твои консервы сейчас нет. Придется довольствоваться супом и колбасой. Привыкай к обычной домашней пище, дружок». Маркиз с отращением ушел из кухни и демонстративно юркнул под диван. А буквально через полминуты из-под дивана вылетела монета достоинством в 10 рублей, запущенная мощными кошачьими лапами. Вот это смекалка у кота. Пришлось добавить и купить ему консервы. Что же поделаешь, заработал? Вот такая удивительная история произошла с семьей, в которой проживал кот по кличке Маркиз. И прежде чем с вами попрощаться, как всегда, я хотел бы вас попросить. Если с вами и с вашим пушистиком происходили какие-нибудь интересные, удивительные истории, пишите мне, и я с удовольствием их опубликую. Пускай о них узнают и другие котолюбители. Всем пока и до новых встреч. И не забывайте подписаться на наш канал.